Безымянному мишке требуется еда, медицинский уход и, разумеется, ласка. Сейчас в Центре помощи диким животным Велес выхаживают найденного в лесу сироту. Кличку пока еще запуганному зверю не придумали. Сотрудникам не до этого. Дарья Криволапова познакомилась со всеми жителями этой звериной коммуны. Этот мишка лишний раз старается не показываться. К еде выходит, убедившись, что за ним никто не наблюдает. Возможно, его маму застрелили браконьеры. Люди, неравнодушные к судьбе медвежонка, привезли его в специализированный центр. Истощенного, раненого и совсем маленького. Ветеринары сделали все, чтобы сохранить животному жизнь. Маленький, маленький медведь. Очень серьезный парень. Малек хоть и выглядит, словно плюшевая игрушка, но близко к нему лучше не подходить. Он может полезть в драку, а зубы у него уже большие. Вот так вот. Видели? Как-то так. Он учится. Причем с каждым днем все сложнее и сложнее. Сотрудники центра стараются меньше контактировать с медвежонком, чтобы он не привыкал к людям. Его скоро отпустят на волю. Сначала в заповедник под надзор егерей, которые помогут ему адаптироваться. Светозар, иди сюда. Светозару всего пять дней. Нашли в лесу новорожденного. Некоторое время наблюдали за ним, надеялись, что придет лосиха. Но она так и не появилась. Первые сутки в центре для животного были тяжелыми. Он приехал, конечно, худенький. Маму, наверное, ни разу не пососал молозиво. Ну, милый, держись. У него координация еще нарушена. Но, может быть, это и хорошо, потому что проще соску брать, когда они уже какое-то время сосут маму. Они знают вкус материнского молока. Знают, как вымя на вкус, на ощупь. Очень сложнее приучить их к соске. Лосенок покинет центр, скорее всего, следующим летом, когда ему исполнится год. В природе детеныши долго находятся рядом с мамой. Поэтому даже окрепших животных не выпускают просто в лес, а увозят сперва в заповедные места, в Карелию. Там, где сейчас живет Светозар, еще недавно с комфортом размещалась Эльза, африканская львица, прибывшая в северную столицу из Чечни самолетом в качестве подарка одному петербуржцу. Но он оказался не готов к такому сюрпризу. Животное попало в центр Велес и влюбило в себя всех сотрудников. Сама же Эльза лишь некоторым отвечает взаимностью. Сегодня Эльзу не узнать. В январе была еще совсем котенком. А сейчас и выглядит, как взрослая львица, и весит в два раза больше. Но в душе, конечно, подросток по настроению может поиграть и с соседями медведями, и с плюшевыми игрушками. В центре нет ни одного животного с простой судьбой. И многие из них проведут здесь всю жизнь, потому что уже не смогут вернуться в свою родную стихию. В Велес часто на экскурсии приезжают и взрослые, и дети. И, пожалуй, это верный способ узнать и о человеческой жестокости, и о человеческой отзывчивости. Дарья Криволапова, Константин Соловьев, Владимир Чапушев и Кира Пали. НТВ. Ленинградская область.